По Панклатиону, кубок мэра города Хабаровска. И у нас на экране кадры из боев Юлии Борисовой, участницы женского боя, который проходил в рамках этого турнира. Юлия Борисова начинала в Тайквондо, ей 25 лет, вес 54 килограмма. Она является супругой Баги Агаева. И буквально перед турниром супруги узнали, что у них будет скоро прибавление. И поэтому она объявила, что на пару лет ей придется профессиональный ринг оставить. И ее соперница, китаянка Джин Джин, ровесница Юлии Борисовой. Ну, по-видимому, представительница Ушу, по движению, которое она сделала перед вехами на ринг. Можно заключить. И так, женский поединок. Отношение к женским единоборствам, к боксингу, к осёбной ММИ неоднозначно в мире. Ну, поскольку есть девушки, которые хотят выступать, у них есть такая потребность выходить в ринг в восьмиугольник. И, соответственно, есть поклонники. И, значит, эти женские поединки имеют право на существование. Хотя я сам не являюсь сторонником женского панкратиона, женского ММА. Но, тем не менее, этот поединок с точки зрения технического оснащения, ну, по крайней мере, российской спортсменки. Видите, насколько разнообразно она действовала в стойке. Всё, в общем-то, зависит от класса уровня спортсмена. Иногда в женские поединки смотришь с определенным скептицизмом. Но настолько они отличаются от поединков мужских. Ну, некоторые бои к этим поединкам можно отнести и к тот, который мы наблюдаем. Вот, смотрите, пытается провести болевой на руку китаянка. И это очень опасно. Удастся ли Юре? Да, удается Юре освободиться от захвата. Но вот попытка проведения удушения треугольников, смотрите, заправляет ногу китаянка. И помня проигрыш опытного Фёдора Емельяненко в Эрдуму, у меня лично опасение. Ну, наверное, Юля всё-таки чувствует соперницу. Хотя очень опасная ситуация для российской спортсменки. И, смотрите, всё правильно делает китаянка. Нагибает голову Юлии. Секундарно подсказывает Юле, чтобы там уносила удары. Ну, на мой взгляд, упустила китаянка свой шанс. Немножко ослабила захват. Думаю, что удастся Юле сейчас освободиться от захвата. Хотя очень-очень неприятная ситуация. Если удастся китаянке сейчас вытянуть руку, то нет. Нет. Молодец, Юля. Юля потерпела и... Хотя ещё и есть угроза болевого приёма. Ну, я думаю, что не удалось китаянке воспользоваться возможностью. Вы видели её напряжение. В каком напряжении она вытягивала руку на болевой. И вот сейчас уже в атаке Юлия Борисова. Не использовала китаянка свой шанс. Хотя ещё раз повторюсь, что вот не часто видишь такой высокотехничный поединок между женщинами в Панкратионе. Вот снова пытается провести удушение треугольником китаянка. И только в гонках, свидетельствующие об окончании первого раунда, не даёт возможность продолжить приём. Снова спортсменки начинают в центре восьмиугольника. Первым номером старается работать Юля. Очень неплохая китаянка. Повыше ростом, подлиннее руки, ещё и левша. Непростой соперник сегодня у опытной Юлии Борисовой. Сложно сказать по первому раунду, учитывая то, что очень много технических действий было со стороны китаянки. Дважды была попытка провести удушение треугольником. Две попытки провести болевую на руку. И сейчас действует активно. Он атакует Юля снизу. Разрешены удары ногами в голову по ближайшей спортсменке, которая находится в стойке. Не знаю, какое мнение у боковых арбитров, но, на мой взгляд, и в поединке ведёт китаянка. И Юле нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы переломить ход поединка. Слышите, как болеет зал, особенно женская часть. Опытная-опытная китаянка. Такое ощущение, что неплохую школу прошла она у бразильских инструкторов. Да, сейчас Юле нужно только идти вперёд, только атаковать. Брамово защищается китайская спортсменка Чэнь Джин. Тупички блокирует все действия россиянки. Как та находилась в маун-позишн. Россиянка не давала ей атаковать сверху. Пропускает Юля навстречу. Запрещено удерживать сетку. Жестами показывают рефери. Снова пытаются провести удушение гильотиной китаянка. Очень много технических действий. Очень много сил тратит Чэнь Джин. И терпит, терпит Юля. Закончен второй раунд. Но у меня неоднозначное... ...раздельным решением судей. Ощущение. На мой взгляд, не совсем справедливое решение. Я бы дал ещё дополнительный третий раунд. Я совсем не против того, чтобы победительницей была объявлена Юлия Борисова. Но всё-таки должна быть... Какая-то спортивная справедливость. Меня очень любят у нас. И именно так меня поддерживают. На самом деле, во втором раунде мне было очень тяжело. Два раза я чуть уже не сдалась. Но не позволила бы мне эта публика, которая просто дала мне здоровье.